идите пейте водичку пейте травка тут у них сейчас так зерна смесь еще не поели сюда сейчас жарко уточки от солнышка прячется видите сейчас после обеда получается солнышко с другой стороны и в этой части утятника тенек и уточки мне выходят уже на эту сторону а так они у меня сидят все время здесь сидят под домиком там более так прохладненько знаете идет от земли прохлада и от домика и они любят вот здесь вот сидеть вот после обеда вылазит утки конечно гуляют здесь по двору но когда светит яркое солнце они прячутся естественно от солнца в тени если у нас доходит до плюс 40 что тут скажешь конечно будут прятаться вот вода самое главное что было вода у уток во первых они у нас водохлеба водичка не должна быть обязательно вот и во вторых птица без воды как мы знаем естественно любая птица не только утки и курочки и гусики да любое живое существо любой живой организм без воды не может поэтому обязательно должна быть вода обязательно иначе погибнет погибнет все живое без воды вот друзья мои у меня здесь утятники пять уточек и один селезень посмотрите какой селезень у меня красивый да красавец пять уточек на одного селезня у меня в данный момент и это самое я считаю нормальное идеальное можно так сказать количество до уток на 1 селезня для того чтобы был оплод яиц у нас хорошим но я не знаю как у меня будет конечно проверим потому что до этого у меня друзья было больше уток было 8 уток и 2 селезня вот и так как у меня оплод был плохой 50 процентов только был оплод я показывала вам что каждый раз при авоскопировании половина яиц я просто вытаскивала вытаскивала они были не оплодотворены и пришлось естественно мне одного селезня убрать он был в принципе отстающий в развитии но вырос большим вы знаете большим селезнем вырос вот одного селезня убрала и двух уток убрала одну тачку продала продала вместе с утятами друзья был покупатель да я ему всех уточек своих маленьких 38 штучек было у меня их последних вот из последних и вместе с уткой мамой которая водила этих утяток я их и продала в результате у меня пять уточек на одного селезня и проверим друзья какой же будет оплод у нас да сможет ли мой селезень всех уточек ублажить проверим вот друзья вы спрашиваете где же моя уточка с двумя утятами которые вылупились последними под последней уточкой вот эту уточку я вам сейчас покажу она у меня кстати по моему вот вот она да ты или нет и она сейчас посмотрим пошевелись а у нее более такая грудка белее всех из этих пяти уточек до коричневых у меня четыре в принципе коричневых и одна вот темненько вот у нее грудка белая вот вот она ну повернись повернися ладно отойду в сторонку а то боятся меня итак друзья вот эта уточка у которой более такая белая грудка повторюсь она мне вывела последние два утеночка и я вам показывала друзья это их не воссоединение уточка поводила этих двух утяток но недолго нету этих двух утяток утка есть естественно здесь в утятнике а утяток нету можно сказать я их друзья мои проморгала по моей вине они пропали одного утенка опять же друзья мы сожрала утка моя которая тут сидит это утка вот она вот это у нее на шее больше коричневых пятен она жрет утят я уже два раза видела и вот этот второй раз я видела как она съела мне этого утенка а второй утенок пропал ну скорее всего опять же кто-то сожрал но уже не утки а не знаю или чужой кот или же ну я так понимаю если бы он где-то потерялся да у меня бегал по огороду он бы пищал утята маленькие они пищат когда один потеряется даже двое они когда ходят они пищат утятки то есть я бы его услышала а дело было как первый день я вам показывала да друзья как уточка гуляла с утятами они ночевали в домике у меня все хорошо на второй день я выпустила их и со старшими утятами они мне гуляли все нормально и естественно я не буду же возле них только находиться занималась своими делами и думаю пойду посмотрю как то моя уточка прихожу смотрю утка возле утятника находится да но зайти в утятник она же не может одна а где утята не поняла где утята смотрю одного утенка естественно вот эта уточка которая сейчас купается она мне его уже наполовину можно так сказать понимаете истязала то есть уже кушала утка представляете кушает утят утенок залез тут в любую дырку можно залезть он через любую щель пролазит утенок а второго утенка я не нашла и здесь его в утятнике тоже не было то есть он сюда не залез если бы он залез я бы увидела его а утка бы не успела просто она его долго кушает быстро на его сесть не может селезень утят не трогает это я уже знаю сто процентов сколько раз я видела как утята да попадают допустим сюда случайно селезень их не трогает теперь я знаю кто мне жрет тут постоянно утят и кто мне трогает вообще яйца да и вытаскивает зародыши с яиц это вот эта утка которая мне купается сейчас друзья вот это она мне это делает была мысля у меня убрать эту утку на мясо но пока не трогу она мне несет яйца было очень большое желание убрать вот не знаю что с ней делать и повторюсь уже говорила ранее своих видео да а вдруг все утки жрут утят и шо теперь делать всех убирать ну вот двоих утят нету и второго утенка я не знаю куда он делся друзья думала может соседям перебрался через сетку да нет и там я не видела его здесь утятник не мог 2 попасть потому что я не видела никаких последствий этого в курятнике у цыплят я нигде не видела этого второго утенка значит делаю вывод что это утащил кот вы знаете вот у нас здесь коты гуляют . где ты куку куку я тебе покажу я тебя покажу ты спряталась мы с утками играем в кошки-мышки так вот друзья короче нету нету маленьких утят двоих прощелкала я ну вот нету их виновата сама потому что не уследила утка конечно хотела вы видите утки хотят поближе к своим когда они начинают гулять с утятами их тянет сюда в утятник и они вокруг него ходят а так как утка сюда залезть не может она возле сетки околачивается а утята маленькие они пробиваются им ничего не стоит вот вот через эту ячейку быстренько пролезть они провозят видела видела своими глазами поэтому причем очень быстро а где один залез там следом за ними все бегут вереничкой ну вот так не уследила нету маленьких утяток двоих штучек вот мои старшенькие вот они красавчики этим утятам два месяца их 9 штук вот здесь сколько их тут 6 штучек да и там он дальше 3 штучки вон они мои красивые покупались видите как чистят свои перышки эти утятки у меня были во дворе кормушка поилка во дворе все это было сегодня я это все перенесла здесь у меня огурцы росли огурцы уже вырвала потому что прошел уже ихний сезон отплодоносили уже мои огурчики и уже плети повысыхали вот и я решила своих утяток немножечко переселить пусть тут мне гуляет нечего мне по двору гулять а то они мне там гадят им то там хорошо двор зацементированный понимаете прохлада они сегодня рвались туда я их не пускала пусть тут ищут тенечки и все остальное вот а они были в недоумении утятки были в недоумении представляете что такое что случилось нашей хозяйкой что она нас не пускает во двор можно настолько привыкли до привыкли там быть туда ходить она нас не пускает что с хозяйкой случилось эти спрятались разделились на две группы до на две группки разделились а ну вот друзья так вот эти вот 9 утяток у меня и живут растут и здравствует все с ними хорошо эти 9 утяток выводила моя курица чернушка вот вот все они со мной я их не продала вот растут уже таки будут со мной продавать этих утят не буду за копейки отдавать не буду да и с другой стороны даже если предложат сейчас уже хорошие деньги ну а какие могут быть хорошие деньги скажите вот у тебя там уже два месяца до ну еще три месяца до нового года сколько у нас сейчас конец августа сентябрь октябрь ноябрь декабрь до 4 месяца до нового года слушайте 4 месяца осталось ё-моё уже скоро новый год скоро новый год друзья надо готовиться так вот через четыре месяца нам будет полгода мы уже будем большие и можно будет уже этих утяток глядишь и на новогодний стол да так что растим не зря кормим не зря правильно вот еще на днях постараюсь взвесить утяток все-таки нам уже два месяца посмотрим какой у них вес конечно он не гигантский потому что это у меня не муларда не пекинская утка не поместная утка это мускусная мускусная утка кстати очень вкусное диетическое мясо у этой утки и я ни на что ее не променяю очень вкусная вот такие вот утятки так сколько нас тут уже ага вот открадывается еще один идет утеночек да и там последний остался ведь потихонечку все до кучки собираются вот друзья в принципе без утяток я не осталась даже если потеряла тех двоих маленьких утят тогда ну что делать и такое случается вот остались у меня вот эти вот девять замечательных утят которые вырастут и в принципе еще тепло у нас я я надеюсь что у меня еще будут утята в этом году я естественно их не смогу продать потому что уже поздно и продавать а для себя самый раз если уточка выведет не утят она их будет водить и она сможет это сделать у нас позднее утята данном случае я про себя говорю очень даже хорошо растут позднее утята пусть без травы но я им делаю мешанки каждое утро кстати делаю знаете как ячмень мешаю с комбикормом вот 50 на 50 и делаю мешанки влажные и по утрам обязательно даю вот мои утки в этом году занеслись 7 с половиной месяцев можно даже сказать что и все месяца занеслись потому что всем с половиной я только заметила что есть яйцо а потом я нашла еще одно то есть она ранее было снесено поэтому я считаю что уточка даже всем месяцами с вами слать это хороший результат и повторю что утки то у меня сентябрь то есть они выявились в конце сентября старшие уточки вот и выросли замечательно и занеслись и месяц так что не зависит в какой сезон вылупились утята главное кормление не ну конечно играет роль весной вылупились или осенью весной травка у нас солнышко до светит ночи уже теплые да а осенью ночи уже холодные ну ничего растут зато утята закаленные осенние утят они закаленные даже лучше у них здоровье крепче чем у летних утят так что осенних утят можно и нужно выводить кто боится и сомневается я рекомендую так что не переживайте и даже не только в сентябре и если вылупится утята то это не страшно уточка их поводит недели две-три больше уточка не нужно утоку она в первые две-три недели обогреет утяток все свою функцию она выполнить как положено как мама вот а дальше утята уже без утки справиться главное кормить и все они уже не замерзнут и будут вам расти на радость ну такие вот дела посмотрите сколько сижу девятый утенок вот там сидит и не думает даже до присоединяться к остальным смотрите какой он красивый тоже мне черненький но появляются белые такие пятнышки до нагрудки красавица ну вот так друзья всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока с вами была наталья а